Добрый вечер на 12-м канале новости в студии Дарья Шадриная. Началь выпуска коротко о главном. С четвертой попытки экс-полицейского Евгения Быкова, которого обвиняют в получении крупной взятки, наконец-то допросили в суде. Процесс он назвал цирковым представлением. Лечит молитвой и добрым словом пациентов из Донецка, которые проходят лечение в Омске, навестил священник. Миллионы погибших. В Омской области массовый падеж пчел. Владельцы ульев винят фермеров. Через всю страну на самокате в Омске встретили путешественника-экстремала. Почему свою поездку он теперь называет плохой затеей. И пернат, и потеряшка. А мечи нашли совенка. Испуганному птенцу нужен новый дом. В Кировском суде сегодня наконец допросили экс-главу омской полиции. Напомню, Евгения Быкова обвиняют в многомиллионной взятке от владельца массажного салона за покровительство. Сегодня четвертая попытка узнать позицию бывшего чиновника. До этого каждый раз он ссылался на плохое самочувствие, и заседание переносили. Накануне прокурор потребовало предоставить справки, подтверждающие проблемы со здоровьем подсудимого. Нужные медицинские документы подготовлены не были. И сегодня Быков наконец выступил перед судом. Заявил, что хозяина салонов не знает. Само обвинение назвал цирковым представлением. И сделал вывод, влиятельные недруги просто желают отправить его в тюрьму. На сегодняшний день, в нашей честь, я просто не понимаю, что я сделал. Я не понимаю, когда, при каких обстоятельствах, и каких суммах, и главное, кем мне передавались какие-то денежные средства, в получении которых меня обвиняют. Также объединяемый заявил, что не против присутствия прессы в суде, но попросил удалять журналистов из зала при оглашении служебной тайны. Добавлю, что бывшему начальнику омской полиции грозит до 15 лет тюрьмы. В больнице он залечивает душевные раны. В КМХЦ, где сейчас проходит лечение пациента, прибывший в Омск из Донбасса, появился внештатный специалист. Михаил Безруков – помощник священника. Мужчина уже не раз выступал в роли волонтера, бывал в Луганске, где помогал мирному населению приводить в порядок разрушенные дома. Теперь регулярно навещает пациентов. Подробности у Никиты Смирнова. Я, ребят, привез святой воды. Начать надо с духовного. Я на палату для бутылочки дам, чтобы там натощак утром, чтобы вы укреплялись. Священник Михаил Безруков пришел к раненым бойцам Луганска не с пустыми руками. В посылках святая вода, конфеты и другие угощения. Поддерживает солдат батюшка и добрым словом. Участники спецоперации на Украине пережили самые страшные месяцы в своей жизни. Никита Лунев пострадал от огня гранатомета. По прогнозам врачей, на ноги встанет только через несколько месяцев. Ранение я получил при исполнении воинских своих обязанностей, при штурме города Рубежного. Переломы, получается, задело осколками. Перелом таза, позвоночника. Ранение мягких тканей, верхние и третьи правого ведра. В КМХЦ восстанавливаются 17 жителей Донбасса. Их доставили в Омск спецбортом неделю назад. Многие солдаты до сих пор в реанимации. Состояние крайне тяжелое. Это сложные травмы, это минно-взрывные ранения, осколочные ранения многочисленные. Потрясены врачи, потрясены преподаватели медицинского университета. Большинство из них впервые видят такие рентгеновские снимки. Большинство из них впервые видят такие травмы. Все в одном сходятся во мнении, что подобные повреждения они видели только в учебниках. В стенах Омской больницы воинам ДНР тосковать не дают. Солдат навещают многие о мечи, приносят гостинцы. Врачи не только не запрещают, наоборот настаивают, чтобы раненых поддерживали, пусть и совершенно незнакомые люди. Говорят, для быстрого выздоровления важно общаться, а не замыкаться с тревожными мыслями. Любой человек, который говорит с пациентами, который несет доброе, светлое, только помогает лечебному процессу, это очень хорошо. Это мы наблюдали не только с этими пациентами, а с любыми другими пациентами. Конечно, выздоровление идет гораздо быстрее, поэтому это только плюс. Вот от души прям желание-то исходит, потому что вот сейчас с ними пообщался, я чувствую, как будто я как на Донбассе побывал. Вот чувствую их дух и чувствую, что здесь мы делаем правильное дело, когда навещаем больных. Потому что нужно понимать, что даже в Священописании сказано, что Господь говорит, я был в больнице, вы посетили меня. Внести свой вклад Михаил Безруков хочет и непосредственно на месте, где идет спецоперация. Сейчас Священник готовится к поездке на Донбасс в качестве волонтера. Никита Смирнов, Сергей Гаврилов и Михаил Кришин. 12 канал. Деньги на памятники Амичи организовали сбор средств для проведения экспертизы двух старинных зданий. Речь идет о жилых домах по адресам Булатова, 104 и Гусарова, 47. На данный момент они расселены и принадлежат муниципалитету. Здание уже внесли в список вновь выявленных объектов культурного наследия. Этого общественники добивались на протяжении последних двух лет. Теперь активисты намерены признать дома памятниками культуры, чтобы исключить возможность их сноса. Для этого необходимо провести специальную экспертизу. Стоимость процедуры 50 тысяч рублей. Чтобы спасти архитектурные памятники, общественники открыли сбор пожертвований и просят помощи у неравнодушных имечей. Мы понимаем их значимость, их ценность. Это на основе искусствоведческого, исторического, архитектурного анализа. Эти дома действительно для Омска уникальны. И мы не должны собственными руками уничтожать свою историю. Это наша историческая память. Это то, чем Омск может гордиться. Всю информацию можно найти в группе Омского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Дом Севастьяна Свекрова по улице Булатова. Это яркий представитель городской застройки рубежа 19-20 веков. На здании остался наружный декор. Историческую ценность имеет и дом заведующего омским лесничеством Арефьева, расположенный на улице Гусарова. Он был построен больше 120 лет назад. На здании сохранились старинные наличники, стилизованные под барокко. А также элементы декора, характерные для неоклассицизма. Забогатый улов может попасть в тюрьму. В Устежимском районе оперативники с поличным задержали браконьера. В его лодке лежали только что выловленные краснокнижные. Сибирский осетр и нельма. Всего 17 особей. Еще больше добычи оперативники нашли дома у рыбака. Добавлю, что ранее пенсионер уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. По месту проживания фигуранта в морозильных камерах также обнаружена запрещенная к вылову рыба. Всего более 100 особей. Общий ущерб, причиненный экологией Омской области, составил почти 700 тысяч рублей. В настоящее время полицейские проводят следственные действия, выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Максимальное наказание, предусмотренное уголовным законодательством, два года лишения свободы. На самокате через всю страну. Такой, на первый взгляд, безумную идею решил притворить в жизнь петербуржец Денис Бритвин. Стартовал парень с Дворцовой площади еще в конце апреля. Преодолел 3700 километров и на этой неделе добрался до Омска. О своих приключениях путешественник активно рассказывает в соцсетях. А подписчики предлагают ему различную помощь и ночлег. Никита Гайдаш встретился с самокатчиком-экстремалом. В Омск он приехал с внушительным грузом усталости. Последние 700 километров от Тюмени до Омска Денис Бритвин двигался почти без отдыха. Личные вещи в двух сумках. Но с каждым километром, говорит парень, рюкзаки становятся будто тяжелее. Путешественник уже и сам был бы рад избавиться от ноши, чтобы ехать налегке. Спальник, палатка, ну и все по сути. То есть минимум? Минимум, да, некуда. Если чуть-чуть загрузить, то будет перевес полностью. Клаптичка есть у меня, она за спиной, да, в рюкзаке. То есть сейчас самая цена за спиной, да. А это плевать. Днем едет, ночью спит. Если сумерки застают далеко от населенных пунктов, раскладывает палатку. Прямо в поле или лесу. Делать это приходится нечасто. Денис ведет блог в соцсетях и подписчики рады предоставить приют одинокому путнику. Во всех городах я практически пригласил, давай к нам заночу, поболтаем. Вот так вот, да. Ну то есть чаще всего в комфортных условиях все-таки побыхаешь? Да. Первые недели путешествия Денис преодолевал больше сотни километров в день. В Центральной России вдоль дорог часто были тротуары, поэтому парень набирал хороший темп езды. Ближе к Уралу обочины все больше грунтовые. Двигаться приходится осторожнее, бок о бок с машинами. Не обходится и без курьезов. Однажды самокат застрял в свежеуложенном асфальте. Вырваться из вязкого гудрона помогли сами дорожники. Предложили и солярки, чтобы Денис смог отмыть колеса. Колеса стали намертво. Асфальт покрытый, свеженький. Не только ноги полностью прилипли, но и колеса. Движение вперед парень продолжает и в дождь, и в жару. Помешать может лишь встречный ветер, но и в этом случае Денис не останавливается. Идет хотя бы пешком. Несмотря на усталость от помощи водителей, которые предлагают подвезти, отказывается на отрез. Говорит, вся фишка в том, чтобы полностью проехать путь на самокате. На самокате никто не катался. Я не мечтаю, я не люблю вообще путешествовать. Тем более на самокате. А идея возникла спонтанно. Просто в голову пришло. А почему не проехать? Я поехал. Главное, чтобы ветер попутно был и хотя бы плюс 20 облачно. Что-нибудь такое идеальное. А все остальное уже через, не знаю, через не могу ползу. Колесить по России Денису еще долго. Вояж он разделил на этапы. Не прерываясь, планирует проехать еще 2000 километров. В конце сентября добраться хотя бы до Алтая. Потом передышка. Продолжит путь в следующем году с финишем во Владивостоке. Потом обещает выбросить самокат и на поезде или самолете вернуться домой. Никита Гайдаш, Сергей Гаврилов, 12 канал. И смотрите далее в программе. Миллионы погибших. В Омской области массовый падеж пчел. Владельцы ульев винят фермеров. Сутки до старта. Омская команда прошла проверку перед началом ралли-марафона «Шелковый путь». Какие испытания ждут гонщиков? Отправила соперников в кулинарный нокаут и вновь готовится к победам. Фудблогеры из Омска номинировали на премию «Народный герой». Сегодня мы поговорим об одном из видов протезирования при полном беззубии, так называемой технологии «Всё на четырёх» – ОЛАНФО. Данная технология подразумевает установку четырёх имплантантов на одной челюсти пациента в определённых позициях, что позволяет зафиксировать на этих имплантатах несъёмную ортопедическую конструкцию. Большим преимуществом данной технологии является возможность зафиксировать у пациента несъёмный временный протест в день операции. «Семейная стоматология» – 45 06 05. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Автосалон «Автобан». Выбери свой проверенный автомобиль с пробегом. Коммунальная 2, корпус 1. Миллионы погибших в редакцию 12 канала обратились жители Таврического района. Местные в отчаянии. В их сёлах гибнут пчёлы. Люди уверены, виновны фермеры, которые в сам разгар цветения обработали рапсовые поля пестицидами. По закону владельцы фулиев должны предупреждать о предстоящей травле, но в данном случае оповестили далеко не всех. Дарья Сачкова выслушала все стороны конфликта. Тысячи мёртвых пчёл лежат буквально под ногами. От яда, которым травят вредители в полях, пчёлы погибают прямо в полёте. А тех, кто долетает до Улья, не пускают домой. Больные особи вынуждены умирать прямо на земле. Сергей Зольников пчеловодством занимается всю жизнь. Ульев держит немного, всего около десятка. Говорит, этого хватает, чтобы в конце лета немного подзаработать. В этом году прибыли не будет. Почти все пчёлы погибли. Те, что ещё держатся, тоже явно не жильцы. Попадали мы раньше, тоже, как говорится, по траву эту. Но такого никогда не было, такой массовой гибели пчелы. Вот я открываю улик. Вот он, приготовленный. Вот открываем. Видите, тут было полностью всё усыпано пчелой. А сейчас он, пустой. По закону фермеры обязаны предупредить пчеловодов об обработке полей. Причём за три дня до распыления пестицидов. Через средства массовой информации. В Таврическом районе этого сделано не было. Аграрий лишь создал группу в социальной сети. Но включил туда не всех владельцев ульев. Требования законодательства, они едины для всех. Как и для той, так и для другой стороны. Одни обязаны, как я уже сказал, заблаговременно, до применения препаратов, информировать население о предстоящих обработках. Население обязано не пренебрегать данными требованиями, информацией и принять все необходимые меры для защиты своего здоровья и имущества. У Зольникова паспорта пчеловода нет. Но сведения о бизнесе мужчины содержатся в похозяйственной книге посёлка. Фермеры обязаны информировать всех, кто указан в этом документе. Но аграрий, из-за которого в районе погибли сотни тысяч пчёл, в книгу не посмотрел. При этом угрызений совести не чувствует. В каждый гор я буду ходить, заглядывать, что ли, есть пчёл или нет пчёл. Знать о применении яда вблизи поселения должны не только пчеловоды, а все жители. Пострадать от химикатов могут и другие животные. Например, корова, съев обработанное растение, погибнет. А перед тем даст ничего не подозревающим хозяевам отравленное молоко. И многие пастухи в этом селе об опасности узнали только от нашей съёмочной группы. А вы знаете, что поля рядом рапсовы недавно потравили? Нет, не знаем. Поле обрабатывали лямбда цигалтрином. Для пчёл этот яд чрезвычайно токсичный. Угрозу представляет и для человека. Может вызвать паралич. Мы находимся на том самом рапсовом поле. Здесь стоит устойчивый запах химикатов и после дождя. С отравленного рапса пчёлы несут нектар и пыльцу, пергу, которую затем откладывают себе на зимовку. Яд в ней остаётся. И зимой гибнет всё поголовье. Цинизм вот этот со стороны фермера обескураживает, можно сказать. И когда я с ним веду разговор, ну почему именно по деревне, ну подальше по сей, выходит к тому, что нам уже пчёл не это самое выходит прекращать держать. Ну не держи. Это говорит директор агрофирмы. Подобная история произошла в этом году не только в Таврическом районе. В суды поступают жалобы от пчеловодов со всего региона. Пострадавшим рекомендуют обратиться в государственную ветеринарную службу. Специалисты установят точные причины гибели пчёл. Факт отравления зафиксируют полицейские и местные чиновники. Заключениями от всех этих экспертов велика вероятность выиграть процесс и получить компенсацию. Дарья Садчикова, Сергей Никифоров, 12 канал. За продажу сигарет в пельменные отправятся за решётку. Силовики передают в суд уголовное дело 39-летнего Мича на автора нестандартной бизнес-идеи. По версии следствия, подозреваемый арендовал кафе на улице Кирова. Однако время лепки пельменей решил не уделять. Рядом с заведением поставил торговую палатку и сбывал срок немаркированной пачки сигарет. Закупал их через мессенджеры. Нелегальный товар привозили из других городов. Полицейский ассортимент не оценили и задержали продавца. На личном автомобиле обвиняемый также перевозил табачные изделия в сторонние торговые точки для дальнейшей реализации. В ходе обысков изъято практически 8,5 тысяч пачек сигарет на общую сумму более 1 миллиона рублей. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование уголовного дела завершено. За незаконный оборот обочной продукции мужчине может грозить до 12 лет тюрьмы. Отмечу, что ранее он уже был судим за хранение наркотиков, кражи и грабежи. Ремонт наш. Мусор в Ажельсе. Одного из домов по улице Комсомольский городок жалуются на горы строительных отходов во дворе. Битый кирпич и куски бетона постепенно обрастают и бытовым мусором. Что делать, если соседи устроили под вашими окнами свалку, выясняла Светлана Мельниченко. Уже месяц во дворе Натальи свалка. Битый кирпич, осколки керамической плитки, обломки бетона. Среди строительного мусора есть и бытовой упаковки от медикаментов, пакеты и пищевые отходы. Женщина уверяет, к этому свинству она не имеет никакого отношения. Это дело рук жильцов из дома напротив. Дворы общие, а граница придомовых территорий проложена только на бумаге. Ко мне подходил мужчина с пятого этажа. Он говорит, мы его уберем. Я говорю, ну помаленьку можно перетаскать каждый день, если вы не можете. Он выпивает каждый день, может сил-то нет. Ну вот видите, убирает уже сколько времени, уже больше месяца прошло. Похоже, что убирать мусор никто не планирует. И вообще это не мусор. Авторы этой свалки таким образом наводили во дворе благоустройство. У нас там яма, получается, ближе к подъезду. Мы зашипали вот эту яму кирпичами. И где машины у нас стоят, водители вот этих вот машин просили, говорит, вы могли бы тоже нам зашипать. Согласно решению Омского городского совета номер 45 от 25 июля 2007 года, складирование строительных материалов и строительного мусора на придомовой территории запрещается. Как и засыпка таким мусором участков для газонов. Теперь слово за сотрудниками полиции. Наталья, не оценившая попытки соседей создать комфортную среду, уже написала заявление участковому. Пока же собственными силами вместе с сыном пытается очистить двор. Помочь женщине вызвали сотрудники управляющей компании. Ведь в доме напротив обслуживающей организации нет. Но предупредили, это разовая акция. Вывоз строительного мусора – услуга платная. Если брошенные дома будут все к нам обращаться, и мы будем бесплатно возить за счет наших людей, которые добросовестно оплачивают жилье, то я думаю, что это не выход из положения. Вывоз строительного мусора не входит в тариф за обращение с твердыми коммунальными отходами. Не подпадают битые кирпичи, куски штукатурки, бетона, обрезки труб и под понятие крупногабаритный мусор. Поэтому все это нельзя выбрасывать в мусорные баки и складировать рядом с санитарными площадками. Собственники жилья, делающие ремонт, должны сами позаботиться о чистоте придомовой территории. Избавиться от таких отходов можно двумя способами. За дополнительную плату услугу по вывозу строительного мусора может оказать управляющая компания. Второй путь – приобрести талоны на размещение строительного мусора в компании региональном операторе по обращению с ТКО «Магнит» и вывести его на полигон на собственном транспорте. Светлана Мельниченко, Влад Осинцев, 12 канал. Ястребы летят домой. Сегодня еще один игрок «Авангарда» приехал в Омск. На железнодорожном вокзале встречали одного из самых стойких и обожаемых в Омске хоккеистов – Павла Дедунова. За омскую команду «Форвард» выступает с 2019-го. В составе «Авангарда» Дед – так его прозвали болельщики. Стал серебряным призером КХЛ, а в 2021-м – обладателем Кубка Гагарина. В ближайшие дни в город приедут все спортсмены. Из тех, кто прибыл – Арсений Грицук. Он уже приступил к тренировкам. Омские гонщики готовятся к шелковому пути. Сегодня последний день перед стартом ралли. Комиссия проверит исправность техники и необходимые документы. А уже завтра участников ждут первые заезды. На мяче Евгений Фризоргер и Алексей Шпук – единственный из Сибири, кто отправился покорять трассу в Астрахань. Накануне экипаж проверил свой багги на тестовых участках. Это необходимо, чтобы испытать технику в реальных условиях гонки. Что касается рельефа местности, то из-за него проблем не возникнет. А вот погода может преподнести команде неприятный сюрприз. Воздух днем сейчас раскаляется до плюс 35. Из-за чего вновь могут возникнуть неполадки с машиной. Напомню, на прошлом ралли, один из этапов которого проходил в Омске, техника показала себя не блестящим. Из-за жары двигатель сильно перегревался, горючее закипало. Тем не менее, экипаж Евгения Фризоргера и Алексея Шпука пошел в десятку лучших. За зиму машину как следует прокачали, так что команда надеется добиться более высоких результатов. В таком режиме экипажу, к слову, приходится проезжать и по 400 км. Кстати, в этот раз трасса Шелкового пути впервые пройдет по территории Дагестана и Чечни. И хотя участки могут стать самыми непредсказуемыми, именно этого этапа гонки команды ждут больше всего. Но что касается финиша, он состоится 16 июля в Москве. 12 канал будет следить за успехами мячей. В Омске выбирают народного героя. 12 канал соорганизатор конкурса учредил собственную номинацию. В списке претендентов символично 12 мячей. Сегодня история про фудблогера Кристину Литвинову. Девушка одержала победу в битве шефов. Ее сэндвич в хлебе пришелся по вкусу даже мэтру Константину Ивлеву. А как известно, этот шеф-повар имеет суровый нрав. Денис Жарков угостился блюдами Кристины и узнал, что впереди ее ждет поистине адская кухня. Ого! Вот это бутеры в Омске едят. Однозначно вкусно, однозначно просто. Но я 100% говорю вам, Кристина, да. Кристина Литвинова уже и сама не помнит, откуда взялся рецепт сибирского сэндвича, покорившего сердце шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева. То ли где-то подсмотрела, то ли придумала сама. Взять булку, выскрости мякиш, начинить ветчиной, моцареллой, салями, добавить амапнин соус, оливковое масло и специи, запечь в духовке. Результат объедения. Готовит девушка с 12 лет, любит и умеет это делать, но поваром быть не хотела бы. Просто нравится угощать людей. Фудблогерам стало, чтобы не умереть от скуки. В начале пандемии фирма, где Кристина трудилась с маркетологом, закрылась на карантин. Первое видео с рецептом приготовления борща пришлось переснимать. По словам автора, ролик было стыдно выкладывать. Но постепенно девушка освоила все приемы, завоевала сердца подписчиков и привлекла внимание продюсеров кулинарного шоу канала «Пятница». Первый раз я отказалась участвовать. Если честно, мне просто было страшно. Я боялась проиграть, я бы не пережила это. А второй раз об этом узнал мой муж, что мне написали. И сказал так. Быстро собрала чемодан и в Москву на съемки. Все не обсуждается. Поначалу Амичка чувствовала себя не в своей тарелке. Но скоро от нервозности не осталось и следа. Атмосфера на съемках была позитивной. Участники относились друг к другу дружелюбно. Ведущие оказались приятными людьми. А все неловкие моменты остались за кадром. Чему Кристина, которой особенно не просто далось приготовление кровяной колбасы, была очень рада. Очень много, конечно, вырезали. Я там и выражалась, так скажем, некультурно. И кровью облилась, пока я ее готовила. Потому что стояла огромная банка с кровью. И я ставила ее на стол. И эта кровь брызнула на меня. Я кричала, меня сейчас вырвет, меня сейчас вырвет. Это было ужасно. Финальным испытанием стал салат. Причем ведущие не знали, кто из участников какое блюдо готовит. Фантазию не ограничивали. Единственное условие – основной ингредиент – авокадо. Кристина добавила томат, кедровые орехи, клубнику и красную рыбу. Сочетание может показаться кому-то странным. Но шефы, знающие толк в высокой кухне, рецептуру оценили. Серьезно? Да ты умничка, держи. Молодец. У меня просто слезы радости подкрадываются. Ну, это, конечно, восторг. Победа добавила футблогеру из омской известности и принесла денежный приз. Следующим шагом может стать участие в «Адской кухне». Попасть на это шоу непросто, но муж Кристины, незаметно превратившийся в ее продюсера, настроен очень решительно. Сама девушка отмечает, наряду с супер-профи в кухне участвуют и футблогеры. А значит, шанс на победу есть. Денис Жарков, Сергей Гаврилов, 12 канал. Они продолжат словесный баттл. Андрей Блохин, Максим Гречанина, Петр Смольников в очередном выпуске «Большой тройки» поспорят о судьбе футбольного РТШ. Сенсационная новость о смене главного тренера сегодня станет одной из ключевых тем программы. Новый рулевой «Речников» Валерий Петраков дал эксклюзивное интервью 12 каналу, в котором поведал о проблемах команды и тактике на сезон. Эксклюзив на этом не заканчивается. «Большая тройка» первая покажет интервью нового наставника «Омских крыльев». Евгений Федоров возглавил команду летом, но уже знает, какой хоккей будет показывать команда. Итак, «Большая тройка» смотрите сразу после этого выпуска новостей. Необычная находка на Иртышской набережной. На пляже в центре города мечи обнаружили испуганного совенка. Поместили птицу в коробку и попытались накормить колбасой. Видимо, из-за шока к еде птенец не притронулся в соцсетях. Люди разместили фото пернатова и попросили совета, что теперь с ним делать. Орнитологи говорят, в начале лета совята обычно покидают гнезда. Правда, летать к тому моменту умеют не все. Взрослые птицы обычно продолжают контролировать своих детенышей. Однако в этом случае хищник, судя по всему, убежал слишком далеко. Самое лучшее сейчас отнести совенка в центр юнатов. И лучше не кормить мясными консервами. В дикой природе совы питаются мышами. Так что человеческая пища может навредить. Еще один совет от экспертов. Если вы находите птенцов, не трогайте. Родители обязательно найдут своего детеныша. Далее прогноз погоды. А все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Дать их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695 641. Оставайтесь с нами. О погоде спонсор прогноза. Муниципальное унитарное предприятие города Омска. Муниципальные рынки. Губернская ярмарка на советском рынке. Итак, завтра, 7 июля в городе облачно. Дождь с грозой. Температура ночью до плюс 16. В дневные часы 18-22 градуса тепла. В районах переменная облачность, небольшой дождь в ночные часы до плюс 16. Днем плюс 21, плюс 25. Ветер восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров. Ртутного столба. Только в эту пятницу с 8 до 14.00 губернская ярмарка на советском рынке. Мясо, молочная продукция и многое другое от фермеров и производителей Омской области в одном месте. Ждем вас по адресу улица 20-го портсъезда 35. Таковы новости этой среды. Я благодарю вас за внимание и желаю хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова